Я всегда начинаю с фразы «Я начала писать в 12 лет», вот, и в 17 я уже бросила. Светлана Савельева – журналист по образованию и писатель по призванию, а еще жена дизайнера и мама троих мальчишек. Свою первую книгу она начала писать 1 января 2016 года и выпустила ее под псевдонимом «Ника Светлая». Я украла аккаунт у персонажа, 17-я страница, это надо показать, наверное, 13-я страница. Какое-то время я просто вела аккаунт от лица персонажа, ну, мне было так интересно. Потом я у него украла этот аккаунт и сделала своим, поэтому да. Ну, просто классно то, что люди иногда, а что же там вот, читают книгу, а что же там вот за Энто Непасадена, они начинают гуглить и находят меня, и пишут мне. Первая и пока самая успешная книга Светланы – «Между нами океан». Это история о жизни девушки, любви на расстоянии и отношениях с родителями. Это история про вас? Если так говорить, то все писатели пишут про себя. Всегда. Абсолютно всегда. Просто о какой-то своей части натуры, о какой-то стороне своей. В данном случае, да, я писала, я посвятила книгу маме. Можно, да? Конечно. Я написала маме, вот. Посвящаю своей маме, я любила ее достаточно сильно. И поэтому, да, здесь об отношениях дочери и матери. Моя мама не стала. И, ну, наверное, это тоже было толчком к тому, чтобы я начала писать. За семь лет Светлана выпустила четыре романа и одну повесть. Найти их можно в книжных магазинах по всей России. Но Ника не понимает, почему в других городах ее книги стоят наряду с бестселлерами, а в родном Улан-Удэ – на нижних полках. Кто ваш любимый персонаж? Больной вопрос, такой же больной, как какая у тебя любимая книга. Ты их любишь, пока ты пишешь. Ты в процессе. Они вот твои прямо сейчас любимчики. Сейчас я пишу про Джейдена и Эйвери. И сейчас я о них переживаю, потому что у меня Эйвери лежит в больнице, и Джейден должен к ней приехать. И у меня всегда вот недописанные истории, они у меня в голове сидят. У меня был рассказ такой небольшой «Гришка на дереве». Этот «Гришка на дереве» уже который месяц на дереве сидит. И меня все так мучает совесть, что он до сих пор сидит, а его туда мальчишки-хулиганы загнали. И он сидит там бедный. И я никак не могу подобраться к этой истории и закончить. У Светланы 10 недописанных историй. Она признается, для сюжета нужен личный опыт, иначе книгу написать практически невозможно. Но верный читатель всегда дождется вдохновения творца. Когда я только начала писать, 1 января 2016 году, и я загадала, что если у меня будет хотя бы один читатель, то я буду продолжать. И у меня появилась такая девочка Полина, и она прям ждала каждую новую главу. И я писала вот первое время, может быть, первый месяц, только ради нее. То есть только, я говорю, только твои комментарии заставляют мне писать. И только благодаря тебе я не бросила. Спасибо ей большое за это, потому что с тех пор мы дружим. Она с 2017 года ждала книгу. И вот в этом году я закончила весной, и в сентябре она вышла. Это большое счастье. И я опять покажу, да. Я посвятила ей книгу. Сейчас Светлана написала две новые книги, но уже под другим псевдонимом. На этот раз мужским. Читатели узнают его после публикации книг. Данцема Юшеева, Артур Звержевич, Телекомпания АТВ.